Викра Мурзахунов Кыргызские коллеги Госканал Хабар передает снова кадры с Викрамом Он говорит, что ему предложили 90 тысяч тынье И так как у него не было денег, он согласился Приехал в Алматы 2 января Пожалуйста, передайте инфу, опровергающую эту информацию На казахстанцев обрушили поток пропаганды Среди которой и извинения на камеру И признания иностранцев и тому подобное Это плохой знак Вместо реального расследования событий Нам пытаются продать эти фальшивки Надеюсь, тех, кто купится, на это будет меньшинство Музыка 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 Если все задержания казахстанцев проводились Так же произвольно, как задержание Кыргызского джазового пианиста Викрама Розахунова Их продуманная террористическая версия Может быстро рассыпаться в прах Ну то есть казахи просто взяли Первого попавшегося кыргызам Которого схватили во время зачисток Избили его и заставили сказать на камеру Какую-то ересь про 200 долларов При этом они даже не удосужились пробить Кого пытали и заставляли оговорить себя Дело Викрама Розахунова Наглядно подтверждает мою обеспокоенность Судьбой многих людей, задержанных во время протестов Кыргызский музыкант Розахунов Арестованный в Казахстане вернулся в Бишкек Кыргызские власти за своего вступились сразу Нота протеста, уголовное дело, кампании в СМИ И в итоге отбили А София Сапега по-прежнему сидит в застенках у Лукашенко Россияне для Путина не свои Это ничего не значит Одиночный случай не повод для выстраивания Каких-то тенденций Тем более на фоне таких крупномасштабных событий Которые имели место недели раньше в Алма-Ате Кыргызы все же реально крутые Один джазовый музыкант поставил на уши весь Казахстан А представьте, если бы весь оркестр приехал За пару дней на инстуру Захунова подписались более 30 тысяч человек Теперь мы понимаем, что это был хитрый план КНБ По популяризации джазовой музыки в Центральной Азии Субтитры сделал DimaTorzok